Франция Франция, высокоразвитое империалистическое государство Западной Европы, играет значительную роль в системе международных отношений и оказывает существенное влияние на решение основных проблем современности. Франция Являясь второй после Соединенных Штатов Америки ядерной державой капиталистического мира, она активно проводит курс на укрепление капитализма в мире, на всемерное ослабление международного влияния Советского Союза и других стран социалистического содружества всеми средствами, вплоть до использования вооруженных сил. Сущность военной доктрины Франции выражена в так называемой стратегии устрашения и сдерживания, основанной на наличии у нее собственных стратегических и тактических ядерных, а также мощных обычных вооруженных сил. В соответствии с концепцией направленной обороны, их использование предполагается совместно с объединенными вооруженными силами НАТО главным образом против СССР и других стран Баршавского договора. Франция располагает самыми мощными и наиболее технически оснащенными вооруженными силами среди армий капиталистических государств в Западной Европе. Вооруженные силы состоят из сухопутных войск, военно-воздушных и военно-морских сил, а также военной жандармерии. Верховным главнокомандующим вооруженных сил является президент республики. Он руководит ими через Комитет обороны, Высший совет обороны, премьер-министра и министра обороны. Непотребственное руководство подготовкой и деятельностью вооруженных сил осуществляет начальник штаба вооруженных сил через начальников штабов сухопутных войск, военно-воздушных сил и военно-морских сил. По оперативно-стратегическому предназначению вооруженные силы Франции делятся на стратегические ядерные, тактические ядерные и обычные силы. В стратегических ядерных силах носителями ядерного оружия являются средние стратегические бомбардировщики «Мираж-4А» и баллистические ракеты средней дальности «С-3», которые состоят на вооружении стратегического авиационного командования. Кроме того, к стратегическим ядерным силам относятся баллистические ракеты на атомных подводных лодках, подчиненных стратегическому морскому командованию. В тактических ядерных силах носителями ядерного оружия являются управляемые ракеты «Плутон» сухопутных войск, истребители-бомбардировщики «Мираж-3Е» и «Ягуар-А» военно-воздушных сил, самолеты-носители «Супер-Этандар» военно-морских сил. Ракеты средней дальности «С-3» размещены в 18 шахтных пусковых установках. Головная часть ракеты моноблочная, мощностью в одну мегатонну, дальности стрельбы 3700 километров. В будущем предполагается создать ракету мобильного базирования «С-Х», снабженную головной частью с тремя боеголовками типа «Марф». Ракета «М-20», также моноблочная, с мощностью головной части в одну мегатонну, способна достигать дальности более 3000 километров. Для вооружения новых атомных ракетных подводных лодок и перевооружения существующих создана ракета «М-4». Она снабжена шестью боеголовками по 150 килотонн каждая. Дальность стрельбы более 4000 километров. В стратегических ядерных силах носителем ядерного оружия является устаревший сверхзвуковой средний бомбардировщик «Мираж-4А». Он способен нести одну атомную бомбу АН-22 мощностью 60-90 килотонн. С одной дозаправкой в воздухе дальность полета составляет 5000 километров. В будущем предполагается оставить в боевом составе не более 15 самолетов «Мираж-4А», но вооружить их ракетой АСМ-Б с ядерной головной частью. В составе тактических ядерных сил находятся пять полков управляемых ракет «Плутон» по шесть пусковых установок в каждом. Пусковая установка смонтирована на шести танка «АМХ-30». Дальность стрельбы ракеты 120 километров, мощность головной части 10 и 25 килотонн. Ведутся разработки новой оперативно-тактической ракеты «АДЭС». Она может быть либо с обычной боевой частью, либо снаряжаться ядерными боеголовками мощностью 10-25 килотонн. Дальность стрельбы 250-300 километров. В составе военно-воздушных сил насчитывается 45 тактических истребителей носителей ядерного оружия «Ягуар-А» и 30 «Мираж-3Е», способных нести одну атомную бомбу «АН-52» мощностью 15-20 килотонн. Перспективным для ВВС Франции в качестве носителя ядерного оружия является сверхзвуковой многоцелевой истребитель «Мираж-2000» вооруженной ракетой с ядерным зарядом. В тактические ядерные силы включаются также 36 самолетов «Супер-Этандар», ВМС, использование которых осуществляется с авианосцев «Фош» и «Климонсо». В будущем эти самолеты также планируются вооружить ракеты «АСМП». В составе сукопутных войск имеется штаб армии, командование сил быстрого развертывания, штабы трехармейских корпусов, 15 дивизий, части центрального и окружного подчинения, части и подразделения на заморских территориях. Армейские корпуса состоят из трех-четырех дивизий и отдельных частей корпусного подчинения. В состав сил быстрого развертывания входят пять специальных дивизий. Четвертая — аэромобильная, шестая — легкая бронетанковая, девятая — пехотная — марин, одиннадцатая — воздушно-десантная и двадцать седьмая — альпийская пехотная. Силы быстрого развертывания, штаб которых находится в Сен-Жермении Ан-Лё, предназначены главным образом для действий в составе первой армии в Европе, а также для самостоятельных действий за пределами метрополии. Командование вооруженными силами Франции полагает, что эти силы должны быть аэротранспортабельными, поэтому на их вооружении состоит легкая бронетанковая техника и артиллерия, вертолеты различного назначения. Всего в силах быстрого развертывания насчитывается около 47 тысяч человек, 180 боевых разведывательных машин, до 300 вертолетов, свыше 500 бронетранспортеров и более 500 установок ПТУР. В военно-административном отношении Франция разделена на 6 военных округов. В каждый округ входит от 2 до 5 военных районов, всего 22 района. Штабы военных округов находятся в Париже, Лилле, Ренне, Бордо, Леоне и в Меце. В военное время предусмотрено создание зон обороны, границы которых совпадают с границами существующих в мирное время военных округов. Сухопутные войска размещены в районах их вероятного использования. Основная группировка на востоке и северо-востоке Франции включает два армейских корпуса. Штаб 1-го армейского корпуса находится в Меце, 3-го армейского корпуса в Лилле. Эта группировка состоит из семи дивизий и может в случае необходимости усиливаться соединениями из состава сил быстрого развертывания. 2-й армейский корпус находится в ФРГ, штаб корпуса в Баден-Бадене, 1-й бронетанковой дивизии в Трире, 5-й в Ландау, 3-й во Фрейбурге. Все корпуса 1-й армии предназначены в основном для действий на Центральноевропейском театре военных действий. Основными соединениями сухопутных войск являются бронетанковые и пехотные дивизии полкового состава, а также специальные соединения воздушно-десантная дивизия, альпийская пехотная дивизия, пехотная дивизия Марин и бронекавалерийская дивизия. Бронетанковая техника считается наиболее эффективным средством ведения общевойскового боя в условиях применения ядерного оружия. Основной боевой танк АМХ-30 состоит на вооружении танковых и механизированных полков. Боевой вес танка 36 тонн, запас хода 600 километров, экипаж 4 человека. Танк вооружен 105-мм пушкой, спаренным с ней пулеметом калибра 7,62 миллиметра и зенитной пушкой, установленной на башне, возимый боевой комплект 50 кумулятивных снарядов. Модернизированным образцом этого танка является АМХ-30Б2. У него автоматизирован процесс стрельбы, расширены возможности ведения огня в ночных условиях, а также увеличена бронепробиваемость за счет применения стреловидных снарядов. На вооружении танковых и механизированных полков бронетанковых дивизий состоят боевые машины пехоты АМХ-10П. Вес плавающей гусеничной машины 14 тонн. Кроме двух человек экипажа в машине размещается 9 стрелков, вооружена 20-мм пушкой, и спаренным с ней пулеметом калибра 7,62 мм. Она может быть оснащена четырьмя пусковыми установками «ХОТ». Части и подразделения пехотных дивизий оснащены колесными бронетранспортерами «ВАП». В качестве основного вооружения используется пулемет калибра 7,62 мм, но может быть установлена 20-ти или 30-ти миллиметровая автоматическая пушка. Для ведения разведки применяются состоящие на вооружении разведывательных полков боевые машины АМХ-10РЦ. Основным вооружением является 105-ти миллиметровая пушка и спаренный с ней пулемет калибра 7,62 мм. На вооружении артиллерийских полков армейских корпусов и бронетанковых дивизий находится 155-ти миллиметровая самоходная скорострельная пушка ГЦТ, созданная на базе танка АМХ-30. Боевой вес установки 43 тонны. Пушка размещена во вращающейся башне. Скорострельность 8 выстрелов в минуту. Основной буксируемой гаубицей является орудие 105-ТР Дальность стрельбы до 24 километров. На гаубице смонтирован двигатель для перемещения орудия на небольшие расстояния. Транспортируется гаубица колесным тягачом, который может перевозить 8 человек и 50 боеприпасов. В сухопутных войсках имеются полки зенитно-ракетных комплексов «Усовершенствованный ХОК», каждый из которых используется в интересах армейского корпуса. полки зенитно-ракетных комплексов «Роланд» предназначены для действий в боевых порядках войск. Отдельные батареи зенитно-ракетных комплексов «Краталь» входят в состав ВВС и предназначены для противовоздушной обороны аэродромов. Для борьбы с воздушными целями на сверхмалых высотах используются зенитно-артиллерийские установки различных типов. Переносной ЗРК «Мистраль» создан для вооружения пехотных подразделений. Вес 20 килограммов. Дальность действия 4 километра. Планируется иметь в войсках до 10 тысяч таких комплексов. На вооружении частей армейской авиации состоят различные типы вертолётов. Среди них транспортно-десантные «Пума», многоцелевые «Алуэт-3», огневой поддержки «Газель» и противотанковые вертолёты «Газель СА-342М», вооружённые в тур-ход. Военно-воздушные силы являются самостоятельным видом вооружённых сил, на которые возложено решение задач. Нанесение бомбовых ударов в оперативной глубине, оказание непосредственной авиационной поддержки сухопутным войскам и завоевание превосходства в воздухе. Обеспечение транспортных перебросок. Решение этих задач обеспечивает различные роды авиации, подчинённые четырём основным авиационным командованием, являющимся высшими оперативными объединениями. Стратегическое авиационное, Тактическое ВВС, ПВО и Транспортное авиационное. Кроме того, в ВВС имеются командование подготовки кадров, связи и РЭП, МТО и два командования на заморских территориях. Командование тактических ВВС организационно состоит из первого и второго тактических авиационных командований. Основными частями ВВС являются эскадры, состоящие из эскадрильей. Территория Франции делится на четыре военно-воздушных округа. Штабы округов находятся в МЭЦе, Париже, Бордо и Экс-Ан-Провансе. Основными типами истребителей-бомбардировщиков являются Ягуар и Мираж различных модификаций. Ягуар имеет максимальную скорость 1600 километров в час, бомбовую нагрузку 4500 килограммов и максимальную дальность полета 3100 километров. Предназначен в основном для нанесения ударов по наземным целям. Мираж-3 имеет максимальную скорость полета 2350 километров в час, бомбовую нагрузку 3500 килограммов, максимальную дальность полета 2800 километров. Используется для нанесения ударов по наземным целям и борьбы с воздушными целями. Для завоевания господства в воздухе является истребитель Мираж F-1. Его максимальная скорость 2250 километров в час. Для борьбы с воздушными целями может вооружаться управляемыми и неуправляемыми ракетами, а также двумя пушками калибра 30 миллиметров. Радиус действия на больших высотах с боевой нагрузкой 3000 килограммов 500 километров. Перспективным для ВВС Франции является многоцелевой тактический истребитель Мираж 2000. Максимальная скорость его полета 2400 километров в час. Радиус действий на больших высотах с боевой нагрузкой 2000 килограммов 800 километров. Максимальная бомбовая нагрузка 5000 килограммов. Истребитель предназначен для решения задач ПВО нанесения ударов по наземным целям и ведения разведки. В связи с этим предусмотрены различные варианты его вооружения. Предполагается подвешивать 5 бомб и 2 ракеты МАЖИК оборудовать 2 узла управляемых ракет Р-530 Супер Матра либо управляемые ракеты ближнего воздушного боя Р-550 МАЖИК. По взглядам военного руководства Франции самолетный парк является вполне современным, а созданный многоцелевой самолет Мираж 2000 обеспечит выполнение основных задач ВВС и в будущем. Военно-морские силы организационно включают стратегическое морское командование и оперативное командование на Атлантике, в Средиземном море, в зоне Индийского океана, в зоне Тихого океана, в Южной Атлантике, а также в Гвиане и на Антильских островах. Стратегическое морское командование имеет в своем составе скадру атомных подводных лодок, базу морских стратегических сил Иль-Лонг, учебный центр Рош-Дувр, арсенал баллистических ракет Ген-Вене и сверхдлинноволновый узел связи Росне. На вооружении ВМС Франции состоят все классы современных кораблей. Всего в боевом составе имеется около 130 различных кораблей, включая крейсера, эскадренные миноносцы, фрегаты, авианосцы и атомные ракетные и торпедные подводные лодки. Два французских авианосца Клеменсо и Фош имеют водоизмещение по 22 тысячи тонн, скорость 32 узла и способны нести до 40 различных боевых самолетов, в том числе носителей ядерного оружия Супер-Этандар, который несет одну атомную бомбу мощностью 20 килотонн. Кроме того, на них базируются базовые патрульные самолеты Атлантик, противолодочные вертолеты Линкс и транспортно-десантные вертолеты Супер-Фрелон. Предполагается в будущем оснастить эти авианосцы атомными энергетическими установками. Вертолеты носиц Жанна Д'Арк является учебным судном. однако в военное время может использоваться как десантный или противолодочный корабль. Он может принять до 700 человек десанта и нести противолодочные вертолеты Супер-Фрелонг. ВМС состоят на вооружении пять атомных ракетных подводных лодок типа Редутабль. Их водоизмещение 7900 тонн, наибольшая скорость под водой около 20 узлов, подводная автономность 90 суток, каждая лодка оснащена 16 установками для запуска ракет М-20. Шестая лодка такого же типа Энфлексибль вооружена ракетами М-4. В ближайшие годы еще четыре лодки будут перевооружены на эти ракеты. Программа совершенствования подводных сил предусматривает строительство атомных торпедных лодок. Построенная головная лодка типа Рубис имеет подводное водоизмещение 2670 тонн. Наибольшая подводная скорость 25 узлов вооружена торпедными аппаратами для запуска 533-мм торпед. Военные командования стремятся к качественному совершенствованию корабельного состава. Предполагается довести число ракетных кораблей до 54-х. Причем они будут в основном использоваться для борьбы с подводными лодками. Боевые корабли имеют на вооружении различные управляемые ракеты, в том числе противокорабельные экзосет и малофон, ПВО кроталь и масурка, артиллерийские установки калибров 100 и 57 миллиметров, а также 533-мм торпедные аппараты. Таким образом, используя достижения науки и новейшей технологии, военно-политическое руководство Франции прилагает огромные усилия для повышения боевой мощи своих вооруженных сил и тем самым следует в фарватере милитаристского курса блока НАТО. КОНЕЦ КОНЕЦ